Как вы помните, в прошлом видео мы с вами побывали в районе Даллас, город Сетив. Кто не видел это видео, переходите по ссылочке в описании ниже. Моей главной целью было это приобрести Кокот, скороварку. Их великое множество, прекрасные кастрюльки. Мы выбрали из Инокса скороварки, цены абсолютно разные. В общем-то, в одном магазине меня отругали и сказали, съемка запрещена, и мы поэтому ушли и купили в другом. Но сумели сторговаться. Кокот стоил 23 тысячи, мы купили его аж за 19 тысяч. Это вот в Алжирской крови торг. Еще, конечно, кое-что купили из посуды, благополучно вернулись домой. И, как обещала, сейчас я вам буду устраивать небольшую распаковочку. Так что всем здравствуйте и поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Купила бутылочку для оливкового масла. Такой большой объем. У меня есть маленькая, а это чтобы хранить в большом объеме, потому что оливковое масло тут покупается в канистрах. Мы конкретно привозим его из города Жижель. Вот такими вот огромными канистрами в Алжире покупает оливковое масло. Это производство с города Жижель, отличного качества. И стоит такая вот канистра 20 литров примерно 14 тысяч динаметров. Давайте опробуем. Ну, вот так вот моя бутылочка пошла в ход. Приобрела вот такой вот набор тарелочек для супа. Здесь очень популярен суп, особенно в летний период и период Рамадана. Шурба, буюн. Поэтому, я думаю, пригодится такой вот легкий рисуночек. Пока что еще не распаковано. Также мы приобрели для семьи набор из тарелок. Глубоких и обычные узенькие тарелочки. Мне, в отличие от алжирских девушек, не хотелось тарелки с золотыми канистами. В этот раз хотелось что-то такого более нейтрального, спокойного. Классического, в конце концов. Еще приобрели два чудесных ковшика. Раньше у меня были ковшички с тефлоновым покрытием. Они поцарапались, поэтому решили заменить. Убираем тефлон из нашей жизни постепенно. Переходим на другие материалы. Такие два ковшичка. Ну и, конечно же, моя главная цель – это приобрести новый кокот. Скороварку. Раньше у меня был старенький. Вот с такой вот системой завенчивающейся. У меня был второй большой, я уже отдала. Но считается, что они опасные. И, ну, не такие удобные. Поэтому приобрели новенький. Та-да-да-дан! Давайте вскрывать. Я уже ранее отрезала скотч. Будем доставать. Самым первым делом мы это достанем в крышку. Весь секрет в ней. Вот такая вот крышечка у нас. Тут есть вот резиночка. И эту резиночку можно заменить. Она продается абсолютно в любом магазине с посудой. Так. Так же можно заменить и пара от водителей. Вот эти вот. Тоже продаются в запчасти. И системой открывания. Поехали далее. Уберем пенопласт. И достанем сам кокот. Вот он. Он на 7,5 литров. То есть достаточно большой. Тут еще у него прибамбасики есть. Сейчас посмотрим. В качестве прибамбасиков тоже у него пароварочная часть. А так же книжка по эксплуатации, рецептам. Вообще, я думаю, интересная штучка. Буду изучать ее. Итак, пароварка. Тут вот установили такие ножки. И вот она ставится в саму кастрюлю. Как механизм кастрюли действует. Вы просто одеваете крышку. И закрываете ее. Попробуем ее в действии. Все. Сейчас нальем воды. И будем пробовать. Тест пройден. Кокотом я довольна. А довольная мама – это сытая и счастливая семья. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...